Микс Ньюз Утро на Болткоме Да, еще раз доброе утро, продолжается программа Утро на Болткоме Я Андрей Лешкевич, Абби Келкин в этой студии Доброе утро, еще раз доброе утро Звукорежиссер Евгений Копеин, у нас такой музыкально-культурный полчаса У нас в гостях организаторы детской музыкальной премии Kids Awards Тамара Цаур-Кубл и Анастасия Ермилова Доброе утро, девушки Доброе утро Поэтому в вашей музыкальной премии Она, я так понимаю, уже не первый год происходит Да, уже не первый год Но этот год не такой простой, как предыдущий Не простой, но все же это не значит, что нужно остановиться и не поддерживать молодежь И в принципе это главная задача и цели и задачи были изначально, когда создавалась эта детская премия Мне в первую очередь хотелось сделать что-то интересное Не так, как делают на многих конкурсах Я, конечно, безусловно уважаю всех своих коллег, как они делают Названия, которых мы не будем называть, да? Нет, нет, не будем, да Дело в том, что я сама уже давно очень в музыке, вообще в целом с трех лет И я участвовала в различных студиях музыкальных В общем, там нам организовывали просто пару концертов в год А мне хотелось сделать что-то более такое интересное Не просто вот вышел, спел, ушел Не просто вышел, спел, с потанцовкой ушел И так и возникла такой момент в данной музыкальной премии сделать номинации Потому что дети поют на разных языках и в разных стилях И это первый момент А второй момент, это вторая часть у нас идет Выступление детей с музыкантами и с латвийскими известными популярными исполнителями музыкальными Ну вот, поэтому вот так и готовим А на каком этапе сейчас находится время? Сейчас самый первый этап Отборы пойдут? Да, да Уже много, большое количество заявок поступило? Достаточно, да Достаточно Да, но мы еще ждем, мы еще ждем Потому что хочется, конечно, всех увидеть И самых ярких особенно Потому что у нас есть обязательно большой приз И в прошлом году Пока что это секрет Но в прошлом году у нас приз была девочка, которая получила гран-при Она поехала в Грузию в музыкальный лагерь Ей полностью все оплачивали Перелет, проживание, питание, ну в общем все дела Ну мы вот какую бы тему ни обсуждали От политики до той же культуры в этой студии Мы всегда упираемся в пандемию коронавируса И всегда спрашиваем вообще, а как взаимодействует вот ваше мероприятие Например, в том числе Я думаю, здесь может Анастасия Да Или вообще никак, и вы смогли спокойно как-то вот так проскочить У нас создан специальный график для всех кастингов У нас, если в прошлые годы у нас приходило большое количество людей Мы все были вместе на сцене То в этом году у нас расписано выступление каждые пять минут И родители, дети могут выбрать удобное для них время на сайте Подавая заявку И тем самым мы У нас не будет большие количества людей скопляться Да, скопляния И у вас предполагается и концерт большой в самом конце, я так понимаю Я одним глазом посмотрел на программу Большой гала-концерт в Digital Art House Но там тоже будет ограниченное количество людей, которые может попасть А возрастные категории как-то обсуждаются? Потому что дети, они ведь от нуля до восемнадцати условно Хотя понятно, что пять и тринадцать – это уже вообще разные люди Да-да-да, безусловно, от шести до семнадцати лет От шести до семнадцати лет Ну, то есть они будут семьи Да, от шести до семнадцати лет И три возрастных категории, да А что вы упомянули, что разные языки, разные музыкальные направления Ну, языки, наверное, очевидно, это есть представлены русские, представлены латышские Наверное, представлены английские Да Есть что-то еще экзотическое Ой На французском, на итальянском дети часто поют С этого года у нас также добавляются музыкальные инструменты И дети могут принять участие, если они играют на любом музыкальном инструменте Играют? Да Играют На каких? Тоже на экзотических или на традиционных? Ну, больше на традиционных Заявлено уже несколько групп музыкальных, которые там и ударные, и струнные И это будет учитываться в качестве, наверное, преимущества, да, для участника или как? Или это будет отдельно вообще? Это будет отдельно, потому что потом с номинантами отдельно делаем программу То есть вообще, в принципе, номинанты, они приезжают на студию звукозаписи Там мы это все записываем Потом ставим на скат СЛВ уже с профессиональным звуком Для того, чтобы не только вся Латвия, а, в принципе, по всему миру можно будет проголосовать за них А голосование будет проходить? На скат СЛВ На скат СЛВ Да Там несколько этапов отборочных И там еще Ютуб как-то тоже До этого, да, до этого Ютуб идет И уже по... А есть какие-то жанровые ограничения вообще? Жанровые, я думаю, что, ну, наверное, только то, что вот зависит у нас от предоставленных номинаций Поэтому, скорее, наверное, да, есть А какие номинанты представлены? Зачитывайте Ну, а тут целый список, нет, я думал, может, в новых чертах Да, там их много Очень много Огласите, пожалуйста Ну, что такое? Будет что-то такое прям нетрадиционное, необычное в плане жанров? Пока еще нет, но это будет спереди А если сзади? А если сзади? Ну, пока что мы шли по стандартам Например? Это что? Стандарт у нас? Просто, вы так видите, как будто мы все очень осведомлены и имеем музыкальное образование Лучший исполнитель латвийского хита, лучший исполнитель русского хита, лучший исполнитель зарубежной композиции, лучший дуэт, лучший... Да, все у нас до дуэтов доходило, лучший видеоклип, авторская песня, ну, в общем, да, в этом году мы чуть-чуть увеличили А вы упомянули, что дети-участники будут в том числе выступать с известными исполнителями Да Это уже известно? Кто-то уже подписался? Конечно Не знавайтесь, да, и кто? Расскажите, да Это Миксду-курс, это потрясающий исполнитель, который, я даже не знаю, как сказать, что когда он просто выступает на сцене, от него нереальная энергия идет, и он заражает очень сильно детей И он, кстати говоря, в прошлом году принес первое место одной из участниц То есть самая, которая в Грузию отправилась? Нет, в Грузию, да, в Грузии была эта гран-при, и она была по номинации, мне кажется, да, скорее всего, сейчас уже не упомню Сабина Березина Сабина Березина также тоже очень интересная, открытая, очень талантливая Кто еще был в прошлом году? Рассказывай Алекс Силверс выступал, и Эдвардс Грезе, и Двинас, девочки-дуэт В общем, да В общем, взрослые тоже представлены более чем Да А если вы так, в каком более философском смысле, вот что ребенку дает участие в конкурсе, особенно с точки зрения последующей его, для него это просто минута славы, или в основном это дети, которые дальше продолжают как-то отталкиваются при помощи вашей премии? Ага Или просто они получаются на опыт, потому что одно дело репетировать, другое выступать, вот что? Я думаю, что, наверное, вот все в скопе, то, что вы сейчас сказали, да, потому что это такой вот некий путь от А до Я, который они проходят Для номинантов предоставлена, да, то, что они приезжают на студию, они даже очень многие, те, кто не знают, например, как там записи все проходят, то есть они записываются И, ну, не знаю, мне было бы, наверное, очень круто, если бы там 8, 9, 10 лет, я попала бы когда-то вот так на студию, чтобы меня записали, а потом еще и голосовали всей Латвии Ну, мне кажется, это было бы очень круто Та же другая часть, это, естественно, и репетиции с музыкантами, потому что там идет, там им сразу с нуля дается вообще совершенно другая песня, которую они не знают Для того, чтобы все участники, все финалисты были наравне, чтобы не пелась кем-то там, например, известная песня, а кто-то, например, только вот новую берет Также мы даем детям возможность быть замеченными, потому что у нас в жюри и продюсеры, и пиар, и знаменитые исполнители Ну, вот в жюри у вас в этом году тоже, я смотрю, там не без известных личностей, да, не обошлось? Нет Кто в жюри? Расскажите нашим радиослушателям Алексей Блажевич, Лев Березин и Гидонт Гринбергс Да, вот интересно, я понимаю, что вы, может быть, не проводили такой социологический опрос, тем не менее, вот когда родители, ну, привозят детей на этот конкурс В принципе, какую цель они преследуют? Ну, не знаю, многие родители, может быть, хотят действительно вырасти какую-то звезду Другие просто считают, ну, пускай поучаствует, это все-таки какое-то приключение интересное в жизни Тоже, в принципе, зависит от родителей, да, для одних это приключение, а для других, наоборот, это тоже как такая точка отталкивающая, ну, дальше, чтобы могли направить Ну, чаще всего это дети, которые уже занимаются музыкой, ну, если так можно сказать, профессионально, да, в какой-то степени Да, в основном, да Ну, это дети тоже, опять же, я понимаю, что вы там социологию какую-то не ведете, но, как уже было сказано, дети, которые уже работают там с педагогами, с продюсерами Такие, да, уже более или менее на опыте или присутствуют и, что называется, самоучки-самородки, да Да, самоучки-самородки Из народа вот это все, что это называется, тоже, да Конечно, конечно, обязательно И как этот баланс примерно распределяется? И в чем отличие? Человек, который не знает бэкграунда, он может как-то это увидеть? Сложно сказать Может, харизма какая-то другая? Да, мне кажется, просто есть харизма и все И все тут, на самом деле, для меня отличий нет никаких Там он с продюсером или просто вот, просто пришел ребенок, да, который нигде особо не занимался, ну, где-то, может быть, начал заниматься Вот, поэтому, нет, мы всем даем возможность обязательно всем себя показать Поэтому, да, и сделана эта премия И для разной поддержки разных деток, потому что всякие разные ситуации бывают И мы идем всегда навстречу тоже А вот когда речь идет о детских премиях и голосовании, тут невозможно не просто мысленно не уткнуться в этот случай с «Голос дети», да С дочкой Алсу, вот этот большой скандал насчет голосования Вы как-то держали? Вообще, вы можете, в принципе, прокомментировать Вы как люди, которые имеете дело с таким же форматом Вот насколько это действительно проблематично Обеспечить голосование, чтобы оно было объективно, прозрачно Без использования какого-то административного ресурса Когда звонят просто люди, твои знакомые, там, тысячи Да, да, да У нас честное голосование Я не сомневаюсь, нет, ну просто, видите, технически это получается немножко не так просто Да, технически сложно достаточно, но все равно мы стараемся придерживаться, смотреть Если вдруг где-то какое-то накручивание идет, тогда, ну, стараемся А это видно обычно, да? Ну, в принципе, да Сейчас же уже просто можно как-то это сделать очень так тонко и умно В том-то и дело В прошлом году были хорошо научены в этом плане И в этом году будем Именно на фоне вот этого случая с голосом здесь Вот еще, если мы проводим параллели, может быть, с какими-то знаменитыми конкурсами для взрослых Ну, еще когда в Юрмале была новая волна То члены жюри, да и сами участники, ну, чаще всего выражают такую обеспокоенность А что дальше? Потому что сколько раз было случаи, когда есть какая-то звезда или звездочка Она вспыхивает и вроде бы даже и выходит там, не знаю, финал и приз получает Вот это действительно минута славы есть, а дальше продолжения нет Если мы посмотрим действительно вот так вот ретроспективно То мы увидим, что даже из участников вот этого шоу «Голос дети» Ну, сколько у нас на слуху в результате осталось, да? И вот, наверное, часто этот вопрос и вы себе задаете Может быть, и участники, дети или родители их А что дальше? Ну, вот есть какой-то успех Вот и жюри оценило, говорит, да, вот это есть какое-то, не знаю, молодое дарование Или там есть вот, что-то там есть Вот, и что дальше происходит? Вы как-то бросаете дальше этих участников? Не следите за их судьбой Следим за их судьбой и не только этих участников, но и когда в других конкурсах Дело в том, что у меня у самой тоже музыкальная студия И, как я говорю всем ученикам, так и участникам конкурса Что талант – это 10%, все остальное – работа Если вы работаете, то будет результат Если работа от вас не исходит, то и, в принципе, результативности никакой не будет Так везде и во всем, не только в музыке Но в музыке это особенно, потому что все-таки нужно бороться за свой талант, который есть Но его, как очень многие просто ставят на первый план Вот я талантлив, я молодец, нет, так не может быть Ну, если говорить, да, о том, как сложилась судьба Это, получается, четвертый сейчас будет? Четвертая премия? В семнадцатом была первая, да? Ну, вот те, кто, например, в семнадцатом году блеснул Известно, вот, что дальше? Известно, что дальше Как сложилась судьба Одна из девочек объединилась еще с одной девочкой И в этом году они участвовали в «Экс-факторе» И попали к «Интерсу Буссулесу», да В «Экс-факторе» местном? Да Я уж подумал, в британском? Ничего себе Но мы до туда дойдем Дойдем и до Британии А, и то есть сейчас и происходит Участие происходит или как это? Или уже все? Нет, уже все, да, «Экс-фактор» закончился И «Интерс» их оценил очень А насколько вообще репертуар имеет значение, то есть выбор какой-то песни для успеха? Что вы тут можете рекомендовать, посоветовать? В семнадцатом году я видел, что там было самое разное И «Нирвана» была, и «Ноу-Доу» там пели очень-очень разные репертуар Кто-то, я знаю, приходил там, ну, Нина, может, на «Китс», на взрослые, пытаясь, конечно, оперные арии петь Я уже не знаю, зачем нужно на таком конкурсе оперные арии, ну, может быть Оперные нужно, но дело в том, что вот в нашем случае мы потом классику будем объединять с современной музыкой, с диджеями, да И в этом и есть такой смак, интересное слияние стилей А вообще, конечно, по выбору репертуара очень сложно Мне кажется, все-таки, в первую очередь, человек должен выбрать сам, что ему интересно, что ему комфортно А потом уже с этим номером работать и делать что-то интересное Там, смотря на вот это видео, назовем это репортаж, да, семнадцатого года, сложно не заметить Верку Сердючку Которая является такой яркой, да, что нас все с собой затмевает, Андрей Данилко Это такой VIP, можно сказать, был в вашей премии, да, в том году? А в этом году кто-то будет подобный сюрприз? Пока еще думаем Или снова можно Верку пригласить? Ну, посмотрим, посмотрим Посмотрим, да, хочется, наоборот, больше все-таки ударение сделать на деток и их показать И Верка, это замечательно, но важнее Ну, вообще, еще принято считать, я не знаю, как в таком поп-сегменте, но в академическом первомузыке Очень важны премии, да, когда ты идешь по этой вот карьерной лестнице Но также вот это вот участие в премиях связано с закулисной борьбой очень сильно, да, когда дело не только в жюри, а в том, как ты, где, с кем, что и как Ну, я понимаю, что это такой, может быть, более провокационный вопрос, но насколько это в музыкальной индустрии по-прежнему актуально, в том числе в поп-музыке? Я думаю, что актуально, но стараемся сделать, вот, например, в том же Kids Awards мы стараемся сделать, чтобы была такая теплая, уютная атмосфера И среди детей не было этой конкуренции Понятно, что в любом случае каждый внутри себя конкурент Я думаю, это с родителями сложнее, они же всегда считают, что их ребенок самый лучший, а потом жюри как-то вроде ее обделяет Само собой, даже для нас наши детки самые лучшие Это да, но когда речь идет, конечно, вот таких организационных моментов больших, то, конечно, стараемся, да, что все-таки эта атмосфера, вот, дружественная, она оставалась Это сложно сделать, но все возможно Анастасия, а вы как думаете? Надо вас тоже подключать к разговору Я задумалась о родителях, какие у нас ситуации возникали в прошлом году А какие же? Разные Без рукоприкладства Естественно, без Но мы удачно все решили, всех успокоили Навыки психолога уже есть, да? Да, что все детки талантливые, это всего лишь конкурс Главную часть Это, кстати, тоже очень хорошо, что вот вы затронули тему родителей Мне кажется, что действительно родители должны вот к этому конкурсу готовиться Не только дети, они должны как-то это воспринимать действительно просто, ну, как бы, как конкурс Это ведь не какой-то вопрос, не дай бог, жизни и смерти, да? Вот многие родители, наверное, идут с таким настроем, как последний бой, да? Если там, не знаю, ребенка там не замечает или куда-то там его не отбирает, то они уже в штыки все это воспринимают Родители переживают иногда намного больше, чем сами дети и накручивают детей Это всего лишь конкурс, так нужно это воспринимать, да? В одном конкурсе может быть так? Да, работы много А какая география, мы, кстати, не сказали, вообще участники откуда? Не только из Латвии или только? Не только из Латвии, но в данном случае сейчас пока что только из Латвии Да, ну потому что из-за пандемии просто сложно В прошлом году к нам приезжали из Прибалтики, из Эстонии, из Латвии были участники Да, да, это в прошлом году, в этом году уже должно было быть и в Москве тоже нам предоставили площадку И пиар по рекламе, ну все уже, все, и аппаратуру, все И тут пришел ковид И тут пришел негаданно, нежданно, но ничего, ничего А вообще вот сейчас многие сферы, они перешли на, ну или полудистанционные, или полностью Мы вот интервью проводили тоже по скайпам и зумам А возможно какие-то прослушивания устроить? Или это невозможно абсолютно? Прослушивание дистанционно? Теоретически возможно прослушивание Все равно, ты видишь и слышишь, да Все равно можно слышать Не демо-запись, а именно Да-да-да, живьем, да Это возможно на самом деле Но все-таки, как я уже говорила, мне хочется вот вживую Вот так, когда ты чувствуешь, пощупать можешь там Ну все, вот это, мне кажется, самое важное Энергетическое, оно тоже через видео не передается А почему у нас в Латвии, вот если это можно назвать культурой Музыкальных премий, да, культура, музыкальных фестивалей Такого плана, она вообще развита с вашей точки зрения? Насколько вам важно, чтобы были, не знаю, была какая-то конкуренция? Конкуренция обязательно должна быть, потому что Между премиями? Да, да, это все равно, это и есть развитие Развитие культуры, и каждый старается лучше, больше что-то сделать интересней Ну вот то, что Юрмала в определенный момент просто в этом смысле Перестала быть такой с этой точки зрения, какой она была Это трагедия? Большая Да? Да Очень почувствовалась? Ну, конечно, по многим параметрам Ну, каким мы не будем Ну, почему? Ну, по каким? Ну, нет Ну, потому что действительно очень было много приезжих, которые, так скажем, тут отдыхали И время проводили, и новые знакомства, новые связи Ну, все так интереснее было И ближе Теперь, получается, нам надо ехать А куда ехать надо? Ну, в Москву, например Ну, то есть, относительно не далеко Я шучу, конечно, да Так, организаторы премии Kids Awards у нас в гостях, напоминаю Мы уже понемножку сейчас будем закругляться Давайте технический и вот организационный момент еще раз Во-первых, может ли кто-то еще присоединиться? Конечно, еще есть возможность Что надо сделать для этого? Заявки принимаются до конца сентября Надо зайти на официальный сайт kidsavers.show Заполнить заявку Выбрать время Выбрать удобный город для кастинга Он проходит в четырех городах Рига, Елгава, Лепа, Даугапилс И мы уже будем непосредственно ждать тогда на самом кастинге А лимит участников количества есть? Конечно, да Все по ограничениям, по времени у нас есть И дальше как это будет происходить? Вот те, кто подал заявку, когда им ждать, например, первых результатов? Первых результатов после последнего отборочного тура Это когда? Первый кастинг 3 октября Он будет в Риге 4 октября в Елгаве 10 октября в Даугапилс И 11 октября это Лепа То есть приблизительно 12, 13, 14 октября Уже будет известно, кто прошел дальше в следующий этап Или кто прошел в финал Затем идет этап голосования на Ютубе Затем этап голосования на Скат и СЛВ И уже 22 ноября гала-концерт и церемония награждения А зрители могут следить за всем на Скат и СЛВ? Да Ну, в первую очередь Те, кто хочет следить именно и смотреть и слушать Да, безусловно И, конечно, мы будем подключать тоже телевидение В том плане, что будет идти стрим с самого концерта Потому что все равно большое количество мы не сможем принять гостей и зрителей Таким образом будет возможность смотреть концерт Находясь где-нибудь дома Например Или еще Или где угодно Или где угодно, да А премия ваша называется Kids Awards Никакого специального названия нет? То есть просто Kids Awards Хорошо, ну спасибо вам большое Призываем всех следить и кто хочет участвовать От 6, вы сказали, до... До 17 лет До 17 лет Kids Awards Организаторы были нашими гостями сегодня утром Спасибо и хорошего дня И удачи вам С вашим конкурсом Спасибо, да, наоборот, тоже Спасибо, да, наоборот, тоже